Рубежная по-прежнему остается в эпицентре боевых действий. Электроснабжение частично есть в южной части города и в каком-то уголке Силикатного, сообщают жители города. Связь очень плохая, но с теми, кто имеет возможность заряжать телефон, связь поддерживается. Жители спецкомендатуры сообщают, что очень сильно обстреляли Ленёв. К сожалению, не получается ни с кем с Ленёва выйти на связь. Прилетало и на спецуху, отмечаются пожары, которые затруднительно тушить из-за обстрелов и отсутствия воды. Воду жителям можно набирать в тех местах, где есть скважина. В Дворце Спорта люди точно набирают воду. Писали, что есть скважина и в храме на седьмом, но храм закрыт и набрать воду не удается. Есть фотографии попадания в дом 20А по улице Победителей, ранее Кирова. Человеку повредило квартиру и имущество, никто не пострадал. В сети гуляют фотографии дома номер 10 по улице 30 лет Победы. В дом попали, был пожар. Дом очень похож на аналогичный в Северодонецке по улице Виллисова. Из-за отсутствия связи жителям города не удается своевременно вызвать пожарных или скорую. По этой же причине жителям не получается довести до сведения информацию об эвакуации, о воде и гуманитарке. Появилось очень много дезинформаторов. Все вы должны понимать, что всю получаемую информацию надо проверять, не доверяя никакому источнику. Даже достоверный источник может дать неверную информацию не специально, без умысла, просто ошибаясь. Все мы страдаем от отсутствия связи с близкими. Многих не слышали несколько дней. Знаете, что все, кто находится в укрытии, живы и в безопасности. Как только появится электроэнергия, вы обязательно свяжетесь с родными. Субтитры создавал DimaTorzok